Всем привет, Таня! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о подкормке комнатных растений. Все понимают, что подкормка очень важна для комнатных растений. Однако, как показывает практика, комнатные растения не такие уж и требовательные. Они совершенно непривередливые и выдерживают различные условия. Представляете, вот ассортимент комнатных растений. Там представители всех регионов, тропики, субтропики, умеренные зоны, пустыни, полупустыни, горы. И всех их вдруг приносят в квартиру. И когда наступает период вроде бы покоя, они не понимают, где они находятся, куда мы попали, что с нами делают. Поэтому все-таки вопрос подкормки очень важен, потому что он влияет на декоративные качества растений, которые мы выращиваем. Ну и, соответственно, на наше настроение. Если растения красивые, то и мы, конечно, счастливые. Напомню о том, что для комнатных, точно как и для уличных растений, важны основные элементы. Это азот, который влияет на рост растения, на качество листы, листвы, на ее красоту, насыщенный цвет. Косфор, конечно, будет влиять на силу цветения. Ну и прочие другие, конечно, процессы. Калия в основном влияет на ростовые корневые процессы. Значит, если корни хорошо растут, значит, они хорошо сосут, значит, все хорошо растет. И растения при этом здоровые, значит, опосредованно влияют на противостояние самих растений, пустителям и болезням. Я бы к основным, настаиваю на этом, отнесла бы еще и магний, потому что он входит в состав хлорофила и участвует практически во всех физиологических процессах. Поэтому, как для уличных, так и для комнатных, рекомендую наличие магния в ваших удобрениях. Но не забывайте и про микроэлементы. Оттого они и микро, что их надо в минимальных дозах. Это и железо, и медь, и бор, и кобальт, и марганец. Марганец, ну что-то там, короче, и цинк, молибден. Они все имеют важное значение, но пользуйтесь ими аккуратно. И пусть они, когда вы посмотрите на этикетку, пусть они входят в состав этих готовых уже удобрений. Я приведу вам несколько способов подкормки, которые являются, с одной стороны, они надежные, с другой стороны, они экологичные, как для вас, так и для растения. И надолго хватит вот этих вот манипуляций, о которых я вам расскажу ниже. Ну, из общих понятий хочется еще отметить, что когда мы подкармливаем? Конечно, подкармливаем в период активного роста. Активный рост наступает, когда у нас в основном это весна. Я не берусь в крайности, когда некоторым экзотам там требуются особые условия. Некоторые зацветают и зимою даже, и даже специально их там покупают для того, чтобы зимой любоваться их цветением. В общем, значит, осенью наступает такой период, когда и световой день сокращается, и температура сокращается. Значит, мы будем сокращать все, и поливы сокращаем, и подкормки вообще убираем, и объявим весну только тогда, когда световой день начнет увеличиваться. И скажем, все, весна наступила, начинаем уже активнее поливать, потому что температура повыше, и, соответственно, будем производить подкормки. Еще нужен растительный кислород. Когда мы в открытом грунте ухаживаем за своими растениями, мы активно их обтяпываем, рыхлим, удаляем сорняки, чтобы почва была рыхлая после полива, после дождей, чтобы кислород поступал, потому что это тоже очень важный элемент для жизнедеятельности растений. Рекомендую вам позаботиться о доступе кислорода в этот вот замкнутый горшок, замкнутую корневую систему еще на стадии посадки, то есть внести в ваш почвогрунт либо песок, либо перлит. И эти вот пустоты будут способствовать тому, что там будет всегда присутствовать кислород. Но иногда все-таки наступает момент, когда мы видим, что растение наше, оно вроде бы еще и вполне хорошо выглядит, но что-то вот как-то внешний вид его уже потускнел. Почва очень уплотнилась. Что произошло? Просто систематические поливы приводят к тому, что питательные вещества вымываются из этого земляного кома. Как верхний, так и внутренний слой уплотняется. Что мы можем в этом случае делать? Значит, первый совет мой. Мы берем такой горшочек и убираем с верхней части горшка сантиметра 2-4, в зависимости от растения, какого оно размера и как близко расположен основной корневой ком. То есть когда мы будем счищать, это либо мы можем воспользоваться каким-нибудь шкрепком, либо просто надеть перчатку и попробовать наклонить и этот очистить верхний слой земли. Очистили, дошли до корней. После этого мы проливаем. Пролили и приготовили, параллельно мы приготовили смесь. Из чего? Возможно, это будет компостированный тор. Либо это будет грунт, почему грунт какой-то, в который мы добавим тот же песок, либо перлит. Можно также добавить удобрения, которые пролонгированного действия. То есть они в специальных таких капсулах, которые не просто вот жидкое удобрение, когда мы наливаем, там все сдуру сразу пошло туда, что-то пошло в растение на следующий день, а что-то слилось туда вот в лоточек вот горшком. Удобрения длительного действия хороши тем, что как бы питание получается по требованию. Когда мы полили, тогда и вещества полезные выделяются в почву. Естественно, потом употребляются растением. Когда сухо, они не расходуются. То есть такое питание по требованию, кормежка по требованию. Как у детей теперь маленьких. Затем мы вот насыпали, снова же восполнили, но не наполняем выше того, каков был до этого слой нашего грунта. Уплотнили и снова полили. И не надо в случае, когда мы поливаем растение, вот нас долго не было, весь комп там сухой, мы много налили и в этом лоточке оставили землю. Там в тарелочке или что у вас есть. И тогда наша задача совершенно другая. Так, чтобы растение впитало в себя. А здесь мы уже поливали. И мы еще раз пролили. И та вода, которая образовалась в лоточке, она уже не нужна. Мы ее должны удалить, чтобы не происходило загнивание. И вот этот вот заряд бодрости с новым слоем почвы, в которую, возможно, добавлены микроудобрения, возможно, вы насыпали перлита. Даже если это будет просто грунт, либо, как я говорила, компостированный торф, то он и содержит уже процентов 20 органики. И этого хватит надолго растению. Оно ее будет постепенно потреблять и при этом чувствовать себя замечательно. Вот такую манипуляцию, оздоровительную процедуру проделали для того, чтобы растения наши выглядели более декоративно и имели такой здоровый вид. Следующее мое предложение – это воспользоваться органическими удобрениями. Конечно, я не призываю вас, чтобы вы разбавляли коровяк, как для роз, потому что это будет, во-первых, фу-фу, а во-вторых, современная промышленность нам предлагает уже гранулированные различные компосты, навозы, гранулированные, либо в порошке. И нам достаточно будет добавить на горшок в соответствии с размером горшка и с инструкцией добавить сколько-то гранул или ложку отвести. Какие бы удобрения вы не использовали, всегда придерживайтесь нижней границы. Возможно, на упаковке будет написано, ну, это если про жидкие удобрения говорить, на упаковке будет написано, что надо 8-10 мг. Всегда придерживайтесь нижней границы. Если будет просто написано 10 мг, миллилитров, то вы тогда делите пополам. И это будет гораздо надежнее. Комнатное растение лучше не докормить, чем перекормить. Ну и приступаем, собственно, к органике, которую вы можете приготовить сами, вообще ничего не покупая, потому что вы уже купите. Например, можно использовать кофейную гущу. Как ее замачивать? Я не буду останавливаться, чтобы не тратить время. Вы это найдете где-нибудь на просторах интернета. Это значит кофейная гуща. Замочили, постояло сутки, полили. Не переусердствуйте. Лучше чередовать с другими органическими поливами, потому что может произойти подкисление. Не все комнатные растения любят кислую почву. Затем берем банановую кожуру. Берем банановую кожуру, измельчаем и замачиваем. Снова проливаем. Банан это что? Это источник калия. Можно взять зеленый чай. Конечно, не крепкую заварку. Сначала вы сами попьете. Раз попьете. Два попьете зеленый чай. Три попьете. Третья заварка тоже очень ценная. И там особые у нее вкусовые характеристики. А потом вы заливаете кипятком, оставляете на сутки. И вот этим поливаете. Тоже будьте аккуратны с зеленым чаем. Потому что если крепкая вдруг окажется заварка, то она будет содержать много дубильных веществ. Дубильные вещества препятствуют разложению органического вещества. Значит, ваша почва будет что? Закисляться. Поэтому лучше чередовать вот такие вот органические удобрения, скажем. Можно воспользоваться золой. Зола это вообще кладезь всяких микроэлементов. И можно удобрять ее в различные растения. Потому что она немножко все-таки делает почву более щелочной. Большинство тропических, субтропических растений любят такую почву. Так они произрастают. Ну и в-третьих, помните о температурном режиме. О влаге. И о том, что свет также влияет на здоровье растений. Если все соблюдать в комплексе и соблюдать регулярно в период активного роста подкормки, даже если вы откажетесь от органических подкормок и будете подкармливать готовыми препаратами, то лучше все-таки уменьшать их количество и достаточно два раза в месяц для того, чтобы растения хорошо цвели и чувствовали себя красивыми и здоровыми. Пусть комнатные растения вас радуют и не приносят вам хлопот. Всего вам хорошего. До новых встреч.